Польша и Белоруссия 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 Показатели на поле боя Попытка мятежа 23-24 июня Вне всяких сомнений ложится пятном на репутации Вагнера И случай с дилеммой, поступить ли так еще раз, они бы такого не повторили Ибо ничего хорошего в этом для них не было Я думаю, то, как Россия Президент Путин отреагировали на все это Было сделано все Чтобы Минимизировать негативные последствия Этой попытки Попытки мятежа Это показывает, насколько В России Ценили группу Вагнер И Вагнер сегодня не та сила Какой она была на Украине Силы Вагнер, какими они были на Украине Были укомплектованы танками от Минобороны У них была артиллерия, у них были реактивные самолеты Все современные средства ведения войны Все это пришлось вернуть Вагнер сегодня Это скопление Высокотренированных и мотивированных солдат Их точное число неизвестно По приблизительным оценкам Основанным на снимках со спутников Которые показывают площадь, занимаемую их лагерем Лагерем в Белоруссии Можно говорить о 24-30 тысячах вагнеровцев Появлялось видео, на котором Пригожин и Дмитрий Уткин Самый старший офицер из командования Вагнера Приветствовали бойцов Вагнера в Белоруссии И как главную сферу деятельности отметили Африку Поэтому Вагнер продолжает А скорее даже расширяет свое присутствие в Африке Они очень серьезно там задействованы В общем-то, можно с легкостью сказать Что не менее 30% ресурсов группы Вагнер Будут работать в Африке И Вагнер прекратил набор людей на территории России Что обнаруживает Если ты посмотришь на контракт Вагнера Ты увидишь, что одним из основополагающих принципов Является полная занятость Те, кто подписывает его, заняты перманентно А это означает, что не будет моментов простоя Группа Вагнер временно прекратила набор Потому что возникла проблема Что делать с этим количеством людей Вагнеровцы заняты сейчас обучением Они тренируют силы обороны Белоруссии И подразделения несколько иного рода Но чем Вагнер сейчас не является Это тяжело вооруженным кулаком Готовым вести серьезные боевые действия На территории Европы И Польша и Прибалтика Рефлексируют на репутацию Вагнера Не на реальность Я думаю, это нужно отметить Польские военные очень хорошо знают Что Вагнер сейчас Это не тот Вагнер, который был в Донбассе Здесь подоплека политическая А не военная, я думаю Я думаю, что Запад Что Запад Много лет фокусировался на желании Свергнуть Лукашенко Мы видели результаты выборов в Белоруссии Мы видели, как Запад хотел повлиять На результаты выборов в Белоруссии И как они хотели сбросить Лукашенко И я думаю, что на Западе уже понимают Что Лукашенко никуда не денется И я думаю Что они наблюдают за тем Как Белоруссия инкорпорируется с Россией В военный и экономический союз И потому я думаю, что Это последний рывок Это агония Попытка Польши и Прибалтийских государств Как-то на этот процесс повлиять Создать внутренние проблемы Внутреннее недовольство Для Лукашенко в Белоруссии Создавая экономические препоны А также это попытка Отбить бонусы общественного мнения В Польше и странах Балтии Все это ради увеличения военного бюджета Особенно если делать ставку На удвоение численности своих вооруженных сил Есть видео, которое показывает Что они начали получать новое военное оборудование О котором было сказано раньше Новых танков М1 Абрамс из Южной Кореи Тяжелую технику И прочие подобные вещи И многие поляки сомневаются В мудрости подобных действий А именно В попытках искусственно создать кризис на границе Создав его в умах людей Польши и Прибалтийских государств Нет кризиса на границе Беларусь никому не угрожает Это искусственно созданный кризис И создан он был для внутреннего политического потребления Лукашенко также сказал, что он не уверен Что стоит открывать второй фронт Беларусь не будет агрессором Но он также отметил, что при определенных условиях Как то угроза беларусской границы Беларусь ответит соответствующим образом А именно если Польша или другие страны Попытаются войти на Украину То есть на западную Украину То Беларусь придется соответствующим образом ответить Так что если и будет открыт второй фронт Он будет открыт благодаря действиям Запада И реакции на них Беларуси А не по воле Беларуси Не по ее инициативе Дорогие зрители Снова здравствуйте Рад вас приветствовать Хотел было сказать как обычно Но теперь я говорю несколько иначе Если вам нравится моя работа То что я делаю Обязательно подписывайтесь Не только на YouTube Но и на мои резервные каналы Как то Telegram, Яндекс.Дзен, ВК И теперь Рутуб Почему так настоятельно советую Потому что те кто еще не знает Более недели назад Ввиду жалоб отдельных деятелей Мой канал блокировали Однако разбирательство YouTube Привело к разблокировке канала Мне сообщили что жалобы были признаны Несостоятельными В отношении жалобщиков Были предприняты меры А мой канал вернули на место Тем не менее Кто его знает Я настоятельно вам советую Подписываться на мои резервные каналы Ссылки на которые я всегда указываю В описании к каждому выпуску Кроме того Усиленно последнее время Известные блогеры Раскручивают мнения Обоснованные и не очень Что где YouTube заблокируют Либо будет мягкая блокировка Как говорит Стас с канала И как просто Как то Какой то ресурс Через который Как через прокладку Можно будет смотреть YouTube И только через него Он будет фильтровать Контент Дозволенный и не дозволенный Что мне кажется Весьма маловероятным Потому что проще создать Новую платформу Подобную YouTube Нежели фильтровать Такой огромный Объем трафика Который Собственно потребляет Население нашей страны Но не об этом речь Собственно Речь о том Что я настоятельно Вам рекомендую Подписываться на мои Резервные каналы Все ссылки В описании К каждому выпуску Теперь дорогие друзья Хочу Выразить огромную Благодарность За помощь Ваших крепких Дружеских рук А именно За поддержку Моего канала Финансово Огромное вам спасибо Именно ваша поддержка Делает возможной Мою работу на этом канале Как я уже говорил Я служащий Научно-исследовательского Института И Ваша помощь Мне позволяет Брать меньший объем Работы и подработки Больше находить Времени Для работы На канале Для тех Кто Имеет возможности И желает Поддержать канал Я размещаю Также в описании К каждому выпуску Номера Банковских карт И ссылку на Сервис Донейшн Алертс На который Можно перевести Помощь Из-за рубежа Не из всех стран К сожалению Но Как выяснилось Из многих Еще раз Дорогие друзья Огромное вам Спасибо Ну а теперь Как обычно Желаю Здоровья И благополучия Всем без исключения Друзьям Недругам Будьте здоровы Пусть у вас будет Больше поводов Для радости Пусть все ваши близкие Кто от вас далеко Кому грозит опасность Вернуться к вам Живыми И невредимыми Я Этого Очень серьезно Всем из вас желаю Ну а Пока скажу До скорой встречи Как всегда Искренне ваш Автор и редактор Этого канала Дмитрий Золотарев Субтитры сделал DimaTorzok